Продолжение следует... Он мужчина, но он мой мальчик. Ему предложили много денег за поддержку, чтобы он стал большим профессионалом, и условием было, чтобы он дистанцировался от меня, и желательно сменил свое имя, и это было вторым делом. Он сказал им, да, это просто фантастика. У тебя просто потрясающий талант. Ну вот, теперь мы вместе. Мы собираемся рассказать о сегодняшнем дне, о том, что черт возьми происходит сейчас. Так что мы отделяем зерна от плевел и все эти грандиозные события, которые происходят в новостях каждый день. И когда вы видите, что все это взаимосвязано, вы можете понять, что происходит. У нас был захват Аркана, я уже говорил об этом, и о том, как они питаются человеческой энергией, как они заперли нас в этом частотном поле, диапазоне частот, и как все эти различные аспекты общества влияют на нас. На самом деле у нас один и тот же хозяин. И если ты достаточно глубоко погрузишься в эту паутину, то сможешь начать понимать, каково прогнозируемое будущее этого заговора, и сможешь начать писать романы. Как в деле основаны на знании того, к чему приведет прогнозируемое будущее. И когда такие люди, как я, много лет назад написали книги о том, что происходит сейчас, это действительно просто. Если ты можешь получить доступ к прогнозируемой повестке дня, и ничто не вмешивается в эту прогнозируемую повестку дня, то прогнозируемая повестка дня обязательно произойдет. И следовательно, ты предсказал будущее. Но идея не в том, чтобы предсказать будущее, а в том, чтобы предупредить людей, чтобы мы предотвратили это будущее. Именно об этом и идет речь сегодня. И именно об этом этот раздел, потому что я очень тесно связываю его с сегодняшним днем. О самих переменах, конечно, можно говорить, просто присоединившись ко мне. Это чудо. Конечно, Джордж Оруэл и старейший Хаксли, 1984 и Дивный Новый Мир, они знали друг друга. Хаксли преподавал Оруэлу, настоящее имя Эрик Блэр, французский язык в элитном Итонском колледже, и они были друзьями. И у них был доступ к этой предполагаемой программе. И я уже давно говорил, что Дивный Новый Мир и 1984 не были плодом воображения. Во всяком случае, не совсем. Они были от знания будущего. И именно поэтому они оказались такими пророческими, такими чертовски точными в плане того, как развивались события. Так вот, одна из их связей была связана с тайным обществом под названием Общество Фабиана, которое стоит за такими вещами, как создание Британской лейбористской партии. Также очень активный в Австралии и стоял у истоков Лондонской школы экономики и всего такого. А еще у общества Фабиана есть логотип, волк в овечьей шкуре, который на самом деле выдает все это. Если ты состоишь в этом обществе Фабиана, это не значит, что ты участвуешь в заговоре, но внутренний стержень знает, что черт возьми происходит. И если ты сможешь проникнуть в этот внутренний стержень, то сможешь предсказать будущее, и именно это сделали эти двое. Так вот, в 1984 году это была не просто история, это было знание будущего, и это будущее уже наступило, и именно поэтому так много всего грядет, о чем он говорил примерно так. Сейчас я не собираюсь проходить через все это, но я буду выбирать из них по мере прохождения различные предметы. Это еще один пример того, что мы заранее знаем о предполагаемой повестке дня. Это парень по имени доктор Ричард Дэй. В 1969 году он был инсайдером Рокфеллера. Он был вовлечен в организацию «Планируемое родительство», которая начиналась как егеническая операция. Я упомяну об этом по ходу дела. Это опять же каким-то образом связано с Фабианским обществом. В 1969 году он выступал на конференции федиатров в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Он попросил их отложить записывающее оборудование и не делать заметок, потому что он собирался рассказать им, как изменится мир. Почему этот парень сделал это сегодня ночью? Похоже, никто не знает, но он это сделал. И один из врачей сделал записи и позже дал несколько интервью, в которых рассказал о том, что этот парень сказал в 1969 году. То, что он сказал, это мир, который разворачивается и в котором мы живем сейчас. И он сказал это в 1969 году, а это было всего на миллион лет раньше 1948 года, когда вышел 1984. Но я упомяну кое-что из этого, когда мы будем подбирать то, что он сказал, поскольку я выбираю разные темы по мере прохождения. Так вот то, что они делают, это манипулирует нами, чтобы мы либо построили, либо приняли строительство нашей собственной тюрьмы и замаскировали это под свободу. Или защиту нас от терроризма и всего остального. Вот дерьмо. И это систематично. Этого парня зовут Эдвард Бернейс, и он известен как отец того, что мы сегодня назвали бы спин. Социальная инженерия манипулирует восприятием. И он сказал, что нами управляют, формируют наши умы, формируют наши вкусы, внушают наши идеи, в основном люди, о которых мы никогда не слышали. Почти в каждом акте нашей повседневной жизни, будь то в сфере политики или бизнеса, в нашем социальном поведении или нашем этическом мышлении. Над нами доминируют благодаря относительно небольшому числу людей, которые понимают ментальные процессы и социальные модели массы. Именно они тянут за ниточки, которые управляют общественным сознанием. Другими словами, поймите, как мы создаем реальность и взаимодействуем с ней, а затем загружаем и программируем вашу версию реальности, в которую вы хотите, чтобы люди поверили. Это систематично. И вот замечательный пример этого, Archon Education. Если бы только это было так, контролируя восприятие, вы контролируете реальность, и вы можете воспитывать детей как можно моложе и внедрять их реальность с самого раннего возраста. Вот мы здесь, автобусы ждут, чтобы отвезти заключенных в центры программирования, потому что по сути это и есть то, чем они являются. И учителя, в подавляющем большинстве своем понятия, не имеют, что это именно то, чем они являются. Они тоже пешки в игре. Они передают учебную программу и преподают так, как им велено преподавать, то есть программируют восприятие реальности, подчеркивая это и игнорируя или подавляя альтернативы этому. Эйнштейн блестяще сказал, что каждый человек гений, но если судить о рыбе по ее способности взбираться на дерево, она всю жизнь будет считать себя глупой. Какими должны быть школы, какое образование в мире естественного порядка, это не то, как мы можем сделать так, чтобы дети стали такими, какими мы хотим их иметь. Мы хотим, чтобы они были такими, но как нам извлечь лучшее и раскрыть потенциал из каждого ребенка в его уникальном понимании и самобытности. Именно таким и должно быть образование. Но как я уже сказал, мы живем в перевернутом мире, и поэтому получаем прямо противоположное. И вот что мы получаем. Ты заметил? Ты заметил, как эти политики говорят об образовании, мы должны готовить детей к работе. Другими словами, мы должны подготовить уникальные выражения всего, что есть, что было и может быть, чтобы стать винтиком в гребаной машине на всю оставшуюся жизнь. Система должна соответствовать нам, а мы не должны соответствовать системе. Так вот, Дерек Филлер, создатель Совета по всеобщему образованию в 1903 году, сказал, я не хочу нацию наследителей, я хочу нацию рабочих. Именно так. Именно в этом и заключается суть системы образования. Это система программирования сосисочной машины. И вот это исследование, я не буду вдаваться в подробности, но это исследование показало, что чем дольше дети учатся в школе, тем сильнее снижается их креативность, поскольку дети становятся менее активными, эмоционально-экспрессивные, менее энергичные, менее разговорчивые, вербально-экспрессивные, с меньшим чувством юмора, с меньшим воображением, менее нетрадиционные, менее живой и страстные, менее восприимчивые, менее склонные соединять, казалось бы, несущественные вещи, расставлять точки. Менее синтезирующие и менее склонные видеть вещи под другим углом. Это всего лишь программа. И вот что говорит учитель. Этому учат детей в школе. Чему учат детей в школе, так это тому, что истина исходит от авторитета, а интеллект – это способность запоминать и повторять. Точная память и повторение вознаграждаются. Несоблюдение правил наказывается. Будь сообразительным в интеллектуальном и социальном плане. Вот в чем суть. И тот самый кровавый факт, что огромное количество молодых людей прошли через это дерьмо и осознали тот факт, что им не говорят правду, является прекрасным примером того, как это происходит. Власть сознания над программой. Занятие в школе закончилось. У нас шестинедельные каникулы. Я вышел из тюрьмы. Это и есть тюрьма. Это и есть тюрьма. У тебя есть несколько лет, когда ты вроде как выходишь из тюрьмы, когда ты маленький ребенок, а потом оказываешься в тюрьме. Какие-то чертовы авторитетные люди говорят тебе, когда можно сходить в туалет. Ты видел эту штуку на днях в Америке? Они говорят, что детям нельзя ходить в туалет во время урока, если у них нет справки от врача. Эти люди сумасшедшие. Если говорить о сумасшедших, то двухлетним детям следует начинать ходить в школу с выпадением зубов. Здесь должно быть написано, что двухлетним детям следует начинать ходить в школу, так говорит двухлетний староста отделения. Чёртов идиот. Но что сказал Ричард Дэй на том съезде врачей в 1969 году? Школы станут центром жизни общества. Другими словами, они будут забирать всё больше и больше власти у родителей, что именно сейчас и происходит. Ещё он сказал, что дети будут проводить в школе больше времени, но меньше учиться. В этом и заключается идея. Государственные школы должны предлагать 12-летний рабочий день по 12 часов в день, чтобы повысить успеваемость бедных учеников, как утверждает департамент образования. Мы готовим детей к жизни в дивном новом мире. И вот что они делают. Они блокируют людей в левом полушарии мозга и лишают их индивидуальности, творческого потенциала, таким образом они становятся винтиками в механизме. По-моему, ни один ребёнок не должен приближаться к школе до 6-7 лет, а потом школа становится совсем-совсем другой. Они должны играть и давать волю своему воображению, чтобы их правое полушарие было максимально открыто. Вот она, оригинальная игровая приставка PlayStation. Привет! А этот парень, этот парень получит несколько упоминаний в ближайшие пару часов. Чёрт возьми. Это же Билл Гейтс. Он вовлечён в американскую компанию под названием Common Core. Это общее ядро. Сделай так, чтобы все были одинаковыми, чёрт возьми. Речь идёт о том, чтобы наложить ещё больше ограничений на то, что мы называем обучением и воспитанием, и всё больше и больше программировать. И это в некотором роде то, как они это делают. Вот тебе пример. В этом тесте они просят изменить предложение определённым образом. И то, как изменено предложение, предназначено для чтения таким образом, чтобы запрограммировать восприятие. На этот раз работа президента не из лёгких. Он следит за тем, чтобы законы страны были справедливыми. Приказы правительственных чиновников должны выполняться всеми, а желания отдельных людей менее важны, чем благополучие нации. Всё это заложено в этой программе. Теперь я думаю, что опытный испытуемый сам заполнил бы анкету примерно так. И тогда мы, возможно, чего-то добьёмся. Вот Джордж Карлин. Вот наклейка на бампер, которую я хотел бы увидеть. Мы гордые родители ребёнка, который сопротивлялся попыткам своих учителей сломить его дух и подчинить его воле своих корпоративных хозяев. Спасибо тебе. Положи это на заднее стекло. Раньше я курил травку и ходил на занятия, опаздывал на 10 минут под каким-нибудь дерьмовым предлогом, прятался за своей партой и молил Бога, чтобы никто не задавал мне никаких вопросов. Я был лучшим учителем на свете. Всё в порядке, вот и всё. А теперь они издеваются надо мной. То, что они делают, это втягивают людей в пожизненные долги, чтобы они платили за свои собственные долганные программы. Именно это они и делают. Посмотри на эти чёртовы студенческие суды. Знаешь, влезай в долги на всю оставшуюся жизнь, не контролируй ситуацию, и тогда ты сам заплатишь за свои чёртовы программы. Вот тебе и образование. Будь добропорядочным гражданином, прими участие в программе. Всё это чушь собачья. Кстати, о программировании Арчин Медиа. Контролируя восприятие, ты контролируешь реальность. СМИ принадлежат нескольким небольшим корпорациям, которые в конечном счёте принадлежат одной и той же сети семей. И они диктуют и подавляют и подчёркивают важность информации, и подавляют информацию, которая даёт другой взгляд на реальность. Как контролировать то, что думают люди? Создай или выкупи крупные информационные агентства и телеканалы. Публикуй только те материалы, которые продвигают твою повестку дня. Поддерживай дебаты в рамках строго ограниченного круга мнений и тем. Сосредоточься на травмирующих событиях, чтобы общественность была травмирована и пребывала в страхе. Называй любого, кто разоблачает твою систему и манипуляции сторонником теории заговора. И именно этим они занимаются постоянно. Говорю тебе, я помешан на конспирологию. Мне это очень нравится. Ради Бога, Тревор, ты всегда был на высоте со своими конспирологическими штучками. Говорю тебе, этот человек и собака определённо работают сообща. И это просто показывает тебе, как работают слова. Посмотри, что делают средства массовой информации, и большинство из них даже не осознают, что они, чёрт возьми, делают. Но некоторые понимают. Они говорят тебе, на что ты смотришь. Так вот, в Афганистане он террорист. В Сирии он повстанец, пока он не на стороне Ассада. В Ираке он террорист. А в Ливии он борец за свободу. Верно? Все они жестокие кровавые разборцы. Вот кто они все такие. А как ты обрезаешь картинку? Вот и картинка. Обрезай её, это говорит об одном. Обрезай её, это говорит о другом. Манипулировать это так просто. И тогда получается этот сфабрикованный конфликт, как будто у нас есть выбор средств массовой информации, как будто у нас есть политический выбор. Так вот, в Америке есть женщина по имени Рэйчел Мэдду из МСНПК, левая демократ-либерал. А ещё у нас есть Билл О'Рейли. Он так далеко от дома, что его слышно на улице, чёрт возьми. И они спорят друг с другом, и всё такое прочее. И у тебя создаётся впечатление, что, о да, там идут какие-то политические дебаты. Но у них есть общая тема и общий знаменатель. Все они, когда речь заходит о том, что имеет место какой-то заговор, абсолютно единодушны в том, что всё это безумие, никаких заговоров быть не может. Включая этих двоих, Джона Стюарта и Билла Махера, которые, как предполагается, являются некорректными в политическом плане сатириками. Когда дело доходит до того, что происходит что-то странное, о чём нам не говорят, но о чём мы должны знать, они объединяются. В том, что все исследователи заговоров сумасшедшие. Так вот, Малкольм Мэкс сказал, что если ты не будешь осторожен, то в газетах напишут, что ты ненавидишь людей, которых угнетают, и любишь тех, кто их угнетает. Разве мы не видим этого в этой пропаганде против бедных и подобных им людей в нашем обществе? Давайте ненавидеть их и любить людей, которые их угнетают. Это именно то, о чём он говорит. И потом на нас оказывается давление со стороны сверстников. Видишь ли, когда ты прошёл через эту пропаганду, когда ты прошёл через эту систему программирования, тогда ты. Было бы плохо, если бы ты просто взял программирование на себя и оставил других людей. Много лет назад я сказал, что человечество смеётся над овцами, но мы перегоняем овец, потому что по крайней мере овцам нужна грёбанная овчарка, чтобы держать друг друга в узде. Мы сами держим друг друга в узде. Нам не нужно никакое чёртово внешнее влияние. Таким образом, давление со стороны сверстников говорит о том, что если ты говоришь не так, как мы запрограммированы, то тебе придётся не сладко. А ещё люди боятся, они опускают головы и держат рот на замке, потому что боятся того, что о них подумают другие люди. Я могу сказать тебе по своему многолетнему опыту, что это не имеет ни малейшего значения. Это индивидуальность. Ты смеёшься надо мной, потому что я другой, а я смеюсь над тобой, потому что все они, чёрт возьми, одинаковые. И, как я уже сказал, это программирование восприятия носит систематический характер. Это франкфуртская школа социальной инженерии. Я приехал из Франкфурта, Германия, родного города Ротшильдов, где с самого начала повсюду были фронтмены и агенты Ротшильдов. Мы начинали во Франкфурте, потом отправились в Америку, и это именно то, что мы искали. Посмотрим, узнаешь ли ты это общество. Количество преступлений на почве расизма будет постоянно меняться, что приведёт к путанице. Я выступаю за перемены. Обучение детей сексу, массовая эмиграция разрушают национальную идентичность. А также пропаганда чрезмерного употребления алкоголя, опустошение церквей, подрыв любой формы социальной сплочённости, я бы предположил, что это означает. Правовая система с предвзятым отношением к жертвам преступлений, зависимость от государства или государственных пособий, а затем их лишения. Попался. Средства массовой информации контролируются и притупляются, что способствует распаду семьи. Эта тема распад семьи присутствует практически во всех документах социальной инженерии. Это ещё один документ, который называется «Тихое оружие для тихих войн». Он датирован 1979 годом. Он был найден в копировальном аппарате IBM на распродаже поддержанных вещей в 1986 году. А это документ, который представляет собой руководство, объясняющее, как массово манипулировать восприятием населения. Вот некоторые из вещей, о которых они говорят. Посмотрим, узнаешь ли ты это общество. Это средство массовой информации. Отвлекай внимание взрослого населения от реальных социальных проблем и отвлекай его на вопросы, которые на самом деле не имеют значения. Я упоминал Саймона Коуэлла. Кажется, я упоминал об этом ранее. В школах молодёжь не знакомит с реальной математикой, реальной экономикой, реальным правом и реальной историей. Да, это развлечение. Развлекательная программа не должна превышать уровень шестого класса. Я действительно упоминал Саймона Коуэлла. Работай. Занимай публику, чтобы у неё не было времени на раздумья, возвращайся на ферму к другим животным. А вот ещё один список из того же документа. Это просто потрясающе. Держите общественность в неведении, и у вас будет меньше общественной организации. Какая тема была сегодня? Держите людей в неведении. Создавайте беспокойство и снижайте уровень защиты. Нападая на семью, вы контролируете образование молодёжи. Выдавая меньше наличных и больше кредитов, вы провоцируете больше потакания своим желаниями данных социальной инженерии. Поощряйте социальную конформность, и вы облегчите программирование. Сведите к минимуму протесты по поводу налогов, и максимально увеличите ввод личных экономических данных, минимизируя проблемы с правоприменением. Стабилизируйте согласие, и вы стабилизируете контроль. Ужесточите контроль над переменными такими как индивидуальность, и вы добьётесь большей предсказуемости. Максимально увеличивая контроль, вы сводите к минимуму сопротивления контроля. Обесценив валюту, вы разрушаете веру в страну и друг в друга. Итак, Аркон интеллектуальные игры. Всё это кровавая интеллектуальная игра, и существуют различные методы, которые постоянно используются для продвижения этой программы, манипулируя нашим восприятием. 33 степень масонства это создание порядка из хаоса. Орден Абе Чао, порядок из хаоса. Создай хаос, а затем предложи порядок из хаоса. Это то, что я называю проблемой, реакция решения. Создай проблему, добейся реакции, сделай что-нибудь, а затем предложи решение проблем, которые ты тайно создал. 9-11 привела к войне с терроризмом, многочисленным вторжением в страны-мишени, аруэловской слежки и потери свободы у себя дома. Проблема, реакция, решение. Вот несколько слов, которые я вложил в уста Обамы, немного правды для разнообразия. Мы финансируем вооруженного террориста, а затем используем это как предлог, чтобы лишить вас свободы. Это всегда срабатывает. Вот как это работает. Итак, 9-11, у нас есть архитекторы на вершине своей профессии, которые объединились в большом количестве, чтобы сказать, эти здания никоим образом не могли появиться. Упали так, как и должны были упасть, согласно официальной версии. То же самое можно сказать и о пилотах, которые собрались вместе и сказали, не может быть, чтобы этими самолетами управляли террористы из арабского мира, которые по слухам научились летать на сесне. Во многих случаях я не летаю на сесне. Один из их инструкторов сказал, что я был удивлен, что они умеют водить машину. И еще вот это. Я не собираюсь вдаваться в подробности 9-11, но я просто выделю одну вещь, чтобы показать вам, новичкам, в этом деле, как это работает. Это всего лишь один из аспектов моего кулинарного шедевра, который готовился для 9-11 в течение нескольких часов. Если взять салфетку, то все рассыплется. Это седьмое здание. Оно также известно, как здание братьев Соломон. В нем 47 этажей. И это здание упало без каких-либо повреждений. И оно упало во второй половине дня, ближе к вечеру на 9-11. И было сказано, что оно упало, потому что огонь дестабилизировал его, и в результате этого оно упало. Ну что же, это официальная версия, но есть и другая история, к которой я еще вернусь. Так вот, это дама-репортер BBC, и на фотографии, которую вы видите, она в прямом эфире дает интервью диктору новостей в Лондоне, в котором она говорит на канале 9-11, что только что обрушилось здание номер 7, ведь так? И хотя она говорит, что он рухнул, он, черт возьми, все еще стоит у нее за спиной, верно? Теперь люди говорят, что ты хочешь сказать, что BBC участвует в заговоре. Так вот, а есть ли внутреннее ядро? Да. Большая часть из них? Нет, они просто не отличают свою задницу от своего долбанного локтя. Я уже был там. Ну так что же все это значило? Что все это значило? Когда они разворачивают аферу сфабрикованное террористическое мероприятие, параллельно с этим идет пропаганда. Все, что они сделали, это зафиксировали тот факт, что это произошло примерно за полчаса или больше до того, как это произошло на самом деле. Они выбились из гребанной последовательности действий. Так что об этом сообщили еще до того, как это произошло. Посмотри на это, контролируемый снос. Это здание номер 7. Посмотри на это. Оно рушится само по себе. Абсолютная классика. И если мы посмотрим на это здание, то просто обратите внимание на эти красные точки здесь, когда оно меняет свое положение. Смотри, там какие-то чертовы штуки взрываются и обрушивают его. Это классический контролируемый снос. Они сказали, что как и башни, он был разрушен естественными, если хотите, причинами, которые его дестабилизировали. Так вот, как я уже сказал, официальная версия гласит, что седьмое здание рухнуло из-за того, что оно было дестабилизировано. Но этого парня, лжеца Сильверстайна, некоторые люди называют Ларри, но я бы хотел придерживаться правды. Лжец Сильверстайн, он был одним из совладельцев Всемирного торгового центра, и он выкупил договор аренды всего за несколько недель до 9 часов 11 минут. И когда он его купил, то значительно увеличил страховку на случай террористической атаки. Вот что он сказал в интервью, которое вы можете посмотреть в интернете, об обрушении седьмого здания. Я помню, как мне позвонил командир пожарной части и сказал, что они не уверены, что смогут локализовать пожар. И я сказал, знаешь, у нас были такие ужасные человеческие жертвы, что возможно самое разумное это прекратить огонь. И они приняли решение прекратить огонь, а мы наблюдали, как рушится здание. Да, с этим возникли небольшие проблемы, мистер лжец Сильверстайн. Пожарные службы не разбирают здания. Б, установка взрывчатки в нужном месте, чтобы она могла обрушиться сама на себя при контролируемом взрыве, занимает недели, иногда месяцы, а не несколько минуты, и чертов лжец. Ты знаешь, что произошло. Так вот, лжец Сильверстайн каждое утро завтракал, официально признанное, в ресторане на вершине одной из башен близнецов. По-моему, он называется ресторан на вершине мира или что-то в этом роде. А теперь подумай, какой день он мог пропустить. Потому что, по его словам, его жена записала его на прием к дерматологу. И он сказал, что это спасло ему жизнь. Нет, что спасло твою долбаную жизнь, дорогой, так это то, что ты знал, что тебя ждет, и тебе было наплевать. Именно это спасло твою долбаную жизнь. И что же это такое? У тебя нет ни сочувствия, ни угрызений совести, ни противоречивой личности. Молодец, мусульманский фанатик. По словам его американской подруги, которую часто цитируют, он любил свиные, отбивные, очень много употреблял кокаин и был кем угодно, только не мусульманским фанатиком. А это Аарон Рассел, кинопродюсер, удостоенный множества наград. Перед смертью он начал рассказывать о заговоре и о том, что он о нем знал. Он рассказал историю о своей встрече с Ником Рокфеллером. Все Ротшильды Рокфеллера замешаны в этом деле. И о том, как Ник Рокфеллер пытался вести его в свой круг, завербовать его. И он сказал это, когда встретил Ника Рокфеллера. Это было примерно за год до того, как в 9-11. Он сказал, что Ник Рокфеллер сказал ему, что произойдет событие, которое приведет к вторжению в Афганистан и Ирак с целью захвата нефтяных месторождений и создания базы на Ближнем Востоке. Русс увидел солдат, который искали усаму Бен Ладена в пещерах Афганистана и Пакистана. Это была бы бесконечная война с терроризмом, в которой не было бы реального врага. Все это было бы гигантской мистификацией. Народам нужно управлять, сказал он, и население сократилось по крайней мере наполовину. Он также говорил о планах массового чипирования крепостных. Это чистая правда. И конечно же, в 9 часов 11 минут они установили мемориал, классический чертов Сатурн, в память о жертвах. А еще есть другая версия этого, которую я называю решение без проблем, где вам не нужна реальная проблема. Вам нужно такое восприятие проблемы, чтобы вы могли использовать его в качестве предлога для предложения решений. И это изменение климата, вызванное деятельностью человека, глобальное потепление, это оружие массового уничтожения в Ираке и все такое прочее. Все это время мы также не получаем никаких решений проблем, связанных с реагированием. И противоядие от этой проблемы, реакции решения, создай проблему, получи реакцию, предложи решение, проблемы, которые ты создал, это кому выгодно. Кому выгодно, чтобы я принял официальную версию этого. И безусловно выиграет тот, кто захочет принять участие в этом заговоре, в этой программе, которую я собираюсь описать более подробно по ходу дела. Наряду с проблемой, реакцией, решением, существует то, что я называю тоталитарным подходом на цыпочках, когда вы идете к своей долгой и сосредоточенной работе. У тебя есть цель, но ты действуешь поэтапно, чтобы не оповещать слишком много людей о том, в каком направлении ты движешься, пока не достигнешь ее, и дело не будет сделано. А потом это уже не будет иметь особого значения. Это классический пример тоталитаризма, когда мы перешли от зоны свободной торговли к централизованной фашистской, коммунистической, бюрократической диктатуре, которую мы имеем сейчас. И то, что мы имеем сейчас, было спланировано с самого начала. Но если бы они сказали это с самого начала, люди были бы возмущены. Так что они сделали это поэтапно просчитанно. Это Жан Мане, отец-основатель ЕС, как его называют, и фронтмен Ротшильда. В письме к другу, написанном на следующий день после моего рождения, в 1952 году, говорится, что европейские страны должны стремиться к созданию сверхдержавы без того, чтобы их народы понимали, что происходит. Этого можно достичь последовательными шагами, каждый из которых замаскирован под экономическую цель, но которые в конечном итоге необратимо приведут к созданию федерации. С самого начала все было непросто, а все остальное лишь дымовая завеса. Так что мы ушли от СССР, от страха перед СССР, от страха перед ним. Мы перешли к Европейскому Союзу. И единственная разница на самом деле в том, что у них есть Европейский парламент, который придает ему видимость демократии, когда у него вообще нет власти. А все остальное бюрократическая диктатура. Еще одним проявлением тоталитаризма является постоянное усиление централизации власти по всему миру, которое уже давно получило название глобализации. Идея состоит в том, чтобы создать взаимозависимость между всеми нациями, чтобы вы потеряли независимость в ведении своих собственных дел, потому что вы постоянно находитесь в Хоук, или просить других людей делать то, что вы не можете сделать сами. В этом-то и заключается идея. Это взаимозависимость. И это именно та структура, которая им нужна. И все дело в централизации власти. Чем больше вы централизуете власть, тем меньше людей контролирует все большее число людей. Чем больше вы централизуете, тем меньше людей контролируют еще большее количество людей. И вот что происходит. Чем больше вы централизуете власть, тем больше у вас возможностей централизовать еще быстрее. Таким образом, благодаря такой последовательности централизация власти происходит все быстрее и быстрее. Они хотят создать мировое правительство, которое будет диктовать свои условия каждой стране. На самом деле они хотят уничтожения стран. Они хотят создать Всемирный Центральный Банк, который будет управлять всеми глобальными финансами. Они хотят создать единую мировую валюту, которая была бы исключительно электронной, без наличных денег. Это имеет огромное значение для свободы. Если ты сейчас зайдешь в магазин, попросишь что-нибудь и скажешь, я заплачу кредитной картой электронными деньгами, а тебе ответят, нет, извините, мы не принимаем вашу карту. Ты все еще можешь расплатиться наличными. Когда наличных нет, от этого зависит, сможешь ли ты купить, что именно ты купишь и все остальное. Они хотят, чтобы мировая армия навязывала волю мирового правительства, и это НАТО. Еще в 1990-х годах я говорил, что наблюдайте за тем, как НАТО начинает действовать за пределами Североатлантического региона, расширяясь до полноценной мировой армии, и посмотрите, где она находится. А теперь по всему этому чертову месту. Это популяция микрочипов. Они хотят, чтобы популяция микрочипов была подключена к компьютерной системе, что имеет огромные последствия. Мы вернемся к этому позже. Очевидно, что последствия огромны. В соответствии с этим они хотят создать ряд объединений, а не только эти. Они хотят создать Ближневосточный Союз и другие, но это лишь некоторые из них. И все они являются зеркальным отражением Европейского Союза. И к тому времени, когда вы доберетесь до национальных государств, а они захотят разделить национальные государства по регионам, у них уже не будет никакой власти. И власть все больше переходит к так называемым недемократическим операциям, таким как Всемирная торговая организация и Всемирная организация здравоохранения, которые принадлежат Ротшильду. Это творение Рокфеллера с самого начала, потому что они любят нас и хотят нам помочь. Читатели моих книг, которые я читал на протяжении многих лет, поймут, что я всегда говорил о том, что они хотят, чтобы эти профсоюзы были повсюду, включая Североамериканский Союз. А теперь у вас есть такие люди, как Дэвид Петреус, бывший глава ЦРУ и крупный военный, и лидер меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси. Я не могу в это поверить, когда вижу ее. Ты политик, ты принимаешь решения. Ты можешь дышать. Я не могу прийти в себя, когда вижу ее. Это невероятно. Тот факт, что она занимает высокие политические посты, показывает, насколько безумен мир. Но сейчас они говорят о создании Североамериканского Союза. Именно об этом люди вроде меня говорили все эти годы. Не потому, что мы гении, но если ты знаешь, что у нас на уме, ты можешь предсказать будущее по причинам, о которых я уже говорил. Это и есть распространение вируса, это централизация власти. И вот тогда мы переходим к сети архонтов, потому что им каким-то образом приходится создавать и организовывать все это глобально. И все эти различные элементы глобального общества в конечном итоге подчиняются одной и той же контролирующей силе. И то, как они это структурируют, напоминает транснациональную корпорацию. У вас есть транснациональная корпорация, какой бы она ни была, и где-то у них должна быть штаб-квартира. А потом у них будут дочерние компании по всему миру. И эти дочерние компании будут подчиняться штаб-квартире. Так что ты будешь ходить в одни и те же корпоративные рестораны, где бы ты ни находился, потому что это диктуется централизованно. И это глобальная корпорация, состоящая из тайных обществ, сатанинских обществ и так далее. У тебя есть штаб-квартира, на самом деле она находится в Европе. А затем в каждой стране у них будет своя сеть, которая будет существовать. Она будет голографической, потому что каждая часть сети является отражением центрального пути, того, как работает центральная часть. Итак, здесь у вас будет сеть, скажем, в Соединенных Штатах, состоящая из семей, операций и тайных обществ, задача которых состоит в том, чтобы представить в Соединенных Штатах то, что является важным, продиктовано оттуда. В Британии у тебя будет то же самое, во Франции у тебя будет то же самое, в Австралии у тебя будет то же самое. И следовательно, эта структура диктует ту же повестку дня, вот почему одни и те же события продолжают разворачиваться по всему миру примерно в одно и то же время. Это важная группа организаций внутри этой структуры, которая была создана на основе тайного общества под названием Круглый стол, которое было создано в Британии во второй половине 19 века. Первым руководителем был Сесил Ротс, влиятельный человек из Ротшильда. Он разграбил для них Южную Африку с золотыми приисками и алмазами. А затем этот Круглый стол создал ответвление организаций, которые отвечают за это. Совет по международным отношениям, который по сей день активно участвует в американской внешней политике. Бильдербергская группа, многие люди услышат об этом и будут знать все. Именно эта организация создала организацию объединенных наций, особенно Совет по международным отношениям, трехстороннюю комиссию. Это еще одна операция, проводимая в Америке. Римский клуб 1960-х годов. Был создан специально для того, чтобы использовать окружающую среду и угрозы для нее в качестве предлога для преобразования глобального общества. Вот откуда в конечном счете берется глобальное потепление. Итак, у вас есть эти организации, которые кажутся независимыми, но все они подчиняются одним и тем же хозяевам. Таким образом, идея заключается в том, чтобы держать население в неведении обо всем этом, чтобы оно не имело ни малейшего представления о том, как им манипулируют. И вы накапливаете знания в высших эшелонах этой структуры. Вы занимаетесь политикой архонтов. Эта система, эта сеть, которую я только что описал, извергает кровавых лидеров, которых нам дают выбирать на выборы. Ты хочешь, чтобы эта маска была на том же лице, или та маска была на том же лице? Вот к чему сводится политика или политический выбор. И, конечно же, большинство из них принадлежат к этой архонтической линии крови или являются ее представителями, которые по сути своей являются психопатами. И поэтому все, что угодно, может быть кровавым. Итак, эти люди, как я уже говорил, сегодня здесь, а завтра уйдут, они являются лидерами этой скрытой руки. Вот это мне нравится. Все эти президенты, республиканцы или демократы подчиняются одним и тем же чертовым хозяевам, и именно поэтому ничего не меняется, гендер остается прежним. Пример Буша и Обамы классический. В годы правления Буша администрация Буша контролировалась группой, находящейся в тени. А некоторые не в тени их видели и называли неоконсерваторами. Об этом широко сообщалось в средствах массовой информации. Демократическая партия контролируется группой, находящейся в тени, и некоторыми людьми, не находящимися в тени, которых я называю демопротивниками. Я причисляю Киссинджера к демопротивникам, потому что в данный момент он консультирует парикмахера, но обычно он находится вон там. Это и есть ключ к разгадке. На следующем уровне неоконсерваторы и демократы подчиняются одному и тому же мастеру. И поэтому, кто бы здесь ни находился, он подчиняется одному и тому же мастеру. И именно поэтому, кто бы здесь ни находился, у него один и тот же план действий. Меняйся, 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 меняйся. Он на стероидах. Так вот, как это работает. И это работает именно так в этой стране, и это работает практически в каждой стране. Таким образом, демократия и глаз народа это абсолютная иллюзия. А вот и Обама Буш. Вот и ты. Вот и вся картина. Это первая в мире успешная операция по пересадке лица. Вот и все. Вот как это работает. Ты знаешь, когда люди нападают на людей за то, что они говорят, какой смысл голосовать. Они просто показывают, что понятия не имеют. В голосовании нет смысла, потому что ты голосуешь за одну и ту же силу, несмотря ни на что. Не голосуя массово, ты говоришь, что мы все выяснили. Мы больше не будем этого делать. Мы не придаем тебе доверия, поддерживая сфальсифицированную систему. А потом люди говорят, ну что же, мы поступим так-то и так-то. Это не имеет значения. Потому что все они, черт возьми, только и говорят, что об этом. И способ, которым они это делают, это система пирамид. Все политические партии по всему миру, это система пирамид. Когда ты вступаешь в политическую партию, ты должен делать то, чего хочет политическая партия, чтобы подняться по служебной лестнице на самый верх, стать министром или кем-то еще. А если ты идешь против политики, потому что у тебя есть собственное мнение, и ты не просто политический кровавый порно-актер или клонируй, тогда тебе туда не подняться. Получается, что все люди, которые добираются до вершины, это те, кто сделал то, чего хочет система. Таким образом, вершины пирамид диктуют свои условия всем, кто находится внутри пирамиды. Любой, у кого есть собственное мнение, является бунтарем. Он не может стать священником. Он не может стать членом теневого кабинета. И таким образом, в конечном счете, несмотря на то, что подавляющее большинство этих людей понятия не имеют, что это так, всеми ими управляет одна и та же сила. Если не напрямую, то посредством контроля и манипулирования системой, в которой они работают. Это отличная фраза, не так ли? Если бы голосование имело какое-то значение, они бы нам этого не позволили. Разве это не правда? Итак, ты понимаешь, что это марш тирании. Вот что он говорит. О, мне не нравятся эти республиканцы из-за того, что они делают. Я голосую за демократов. Мне не нравится то, что делают их демократы. За кого я могу проголосовать? Ну что же, у тебя есть только один вариант. Я проголосую за республиканцев. Я проголосую за лейбористов. Они мне не нравятся. Я проголосую за консерваторов. Они мне тоже не нравятся. Можно я проголосую за тебя? Я проголосую за лейбористов. Так что, черт возьми, это продолжается. Это иллюзия. Если кто-нибудь сможет предложить мне какую-нибудь политику, которая снимет Клэга, Милли Бенда и Кэнерона с одной и той же чертовой почтовой марки, я бы, черт возьми, хотел его послушать. И потом за всем этим стоит правовая система, которая навязывает волю политической системы. Я судья, а это значит, что я делаю все, что мне приказывает правительство. Не все они такие. Но если вы хотите чего-то, что абсолютно точно не пойдет не так, как надо, то поручите расследование надежному человеку. Лорд Хаттон Дэвид Келли, я настаиваю на своем. Так что, не жульничай, не лги, не продавай наркотики, не убивай. Правительство ненавидит конкуренцию. И когда вы углубляетесь в это, особенно в Америке, и не продаете наркотики, вы обнаруживаете, что это именно то, что они делают через свои агентства. Голодные игры Аркона. Это сейчас, мы вступаем в общество, в котором они хотят, чтобы мы жили, и которое мы видим раскрывается день от дня. И пришло время остановить это кровавое разворачивание событий. Конечно же, Голодные игры, это фильм, в котором участвовало реалити-шоу, рассказывающее об ужасной жестокости. Каждый человек сам за себя, и тот, кто стоял на своем, убивал или даже не убивал. Или другие убивали всех остальных. И вот что сказал доктор Ричард Дэй в 1969 году. Насилие в средствах массовой информации и фильмах будет усиливаться, чтобы снизить чувствительность людей к насилию и заставить их почувствовать, что жизнь коротка, ненадежна и опасна. Грубиян, это часть социальной инженерии. Но причина, по которой я называю это «обществом голодных игр», заключается в том, что в этом фильме общество было разделено на сектора. Каждый сектор отвечал за определенную специализацию. А потом, и все они по сути жили в ужасающей бедности. А потом у вас появилась столица, где крошечная горстка людей паразитировала на усилиях обездоленных масс. И это именно то, чего они хотят. У нас в столице была элита, которая диктовала массам через жестокое полицейское государство. А вот и голодные игры в Британии. Женщина в шляпе стоимостью 1 миллион фунтов произносит речь о мерах жесткой экономии. О, какая же все это на самом деле чушь собачья. И заметил ли ты, что это мое правительство? Это мое правительство. Теперь это та структура, к которой они движутся. Им нужна горстка людей на самом верху, которые получат все богатства, весь контроль и все преимущества. Здесь, внизу, они хотят, чтобы массы людей жили в крайней нищете и были рабами этой элиты. А элиты это архонские родословные, а массы это целевая популяция людей. И чтобы сохранить этот статус-кво, им нужно полицейское государство, которое будет его навязывать. Именно это и происходит на наших глазах. И это общество голодных игр. И когда я говорю о массах, живущих в бедности, я имею в виду именно массы. Их целью сейчас являются не только те, кто живет в бедности. Их целью являются люди, у которых сейчас много денег, много богатства, которые думают, что у них сейчас все хорошо. Они хотят многого. Если ты не принадлежишь к этой элите, то они хотят получить все, что у тебя есть. Так что в итоге ты попадаешь в бедные массы. Вот что происходит. И одним из главных оправданий этого и машинных отделений для этого является полная чушь об изменении климата, вызванном деятельностью человека. Играйте на скрипке кто угодно. Вот он, Ау Гор. Черт возьми, если бы он когда-нибудь сказал правду, он бы генетически самоуничтожился. Это большая ложь Большого Элла. Это мошенничество. И это мошенничество, направленное на изменение природы человеческого общества, оправданное спасением планеты, которую эти педерасты уничтожают. Посмотри, во что это превратилось. Это стало новым красным цветом с точки зрения коммунизма. Так оно и есть. Спаси планету, стань рабом. Это глава партии «Зеленых». Избавься от всех членов кабинета министров или старших правительственных советников, которые отказываются признавать научный консенсус в отношении изменения климата, или которые не воспринимают риски для Великобритании серьезно. А что если они не воспримут себя всерьез, дорогой? Как насчет этого? А потом у тебя есть этот парень, председатель общего комитета по науке и технологиям. Он действительно пугает, но давай послушаем, что он хочет сказать. Министрам, которые ставят под сомнение мнение большинства ученых об изменении климата, следует заткнуться. BBC уделяет меньше эфирного времени климатическим скептикам, и ее редакторам следует получить специальное разрешение на интервью с ними. Выступления климатических скептиков на радио и телевидении должны сопровождаться предупреждением о вреде для здоровья. А еще у вас есть эта дама, профессор Карри Норгаард из Орегонского университета. Культурное сопротивление принятию предпосылки о том, что люди ответственны за изменение климата, должно быть признанно и рассматриваться как отклоняющееся от нормы социологическое поведение. Именно здесь мы собираемся заткнуть рот тем, кто разоблачает ложь. Вот как этот парень рассказывает о том, как зеленые фанатики заткнули рот профессору, осмелившемуся усомниться в глобальном потеплении. У отрицателя изменения климата нет уровня А. Учитель сказал моему сыну Джейми, когда он учился в школе, что если он скажет на экзамене, что он не согласен с глобальным потеплением, вызванным деятельностью человека, и он так и сказал, что не сдаст экзамен. Вот в каком обществе мы, черт возьми, живем. Руководство по выживанию в условиях глобального потепления Дэвида де Ротшильда и всех этих парней. Они вывозят этих людей всякий раз, когда хотят устроить концерт, чтобы, черт возьми, запрограммировать массы. Чушь порождает чушь. Как только ты осознаешь тот факт, что деятельность человека не изменяет климат так, как они говорят, тогда все, что из этого вытекает, должно быть ерундой в тех вещах, которые делаются на основе того, что они есть. Так оно и есть. Итак, вот основные из них парниковые газы. Можно подумать, что здесь присутствует КО2, двуокись углерода. Ты должен это сделать. Это пропаганда. Так и должно быть. Нет, это именно то, что нужно. А зеленый кусочек это единственная часть, которая связана с деятельностью человека. Все остальное является естественным, и без углекислого газа у нас не было бы такой планеты, как сейчас. А это водяной пар и облака. Поэтому мы должны обложить налогом и запретить конденсацию. Вот и все. А теперь познакомьтесь с профессором Лесли Вукоком, профессором Манчестерского университета. Это большой список вещей, за которые он несет ответственность. И он сказал вот что. Вода, гораздо более мощный парниковый газ, и в нашей атмосфере ее в 20 раз больше, примерно 1% от общего количества воды в мире. Атмосфере, в то время как содержание CO2 составляет всего 0,04%. Двуокись углерода считается каким-то токсичным газом, но на самом деле это газ, необходимый для жизни. Это инверсия. Мы выдыхаем его, растения вдыхают его, и это происходит не по нашей линии. Глобальное потепление это чепуха. А еще есть один парень из Австралии, я не буду читать все, но основная часть, которую он сказал, это то, что раньше он был в восторге. Да, все это правда, а потом понял, что это не так. И вот здесь он говорит, что теория была основана на предположении, которое было опровергнуто эмпирическими данными в 1990-х годах, но подливка была слишком большой, со слишком большим количеством рабочих мест, отраслей промышленности, торговых прибыли, политических карьер, а также возможностью создания мирового правительства и тотального контроля, зависящего от результата. Вот именно. А теперь вот тебе хоккейная клюшка. Это просто показывает, что внезапно, вау, все зашкаливает. Мы все умрем, начни плавать. Но что они сделали, чтобы создать эту хоккейную клюшку и этот обман восприятия, так это то, что они упустили это из виду. Средневековый теплый период. Много лет назад, за тысячу лет до нашей эры, температура была намного выше, чем сегодня. Где же тогда был углекислый газ, созданный человеком? А затем, после средневекового теплого периода, наступил малый ледниковый период, который продолжался здесь вплоть до 1900-х годов. И было так холодно, что на Темзе случались небольшие заморозки в ледниковый период. Теперь, когда тебе говорят, о, это самый теплый год с тех пор, как начались записи, хорошо бы спросить, где и когда начались записи. И многие из них начались во время малого ледникового периода, что дает сильно искаженное представление о сравнении. Это правда. С 1997 по 2012 год, и это продолжается до 2014 года, температура не повышалась. Вот почему глобальное потепление превратилось в пропагандистское изменение климата. Глобальное потепление то усиливается, то ослабевает. Так было всегда. Семь лет назад большая сова сказала, что ледяная шапка падает со скалы. Она может полностью исчезнуть летом всего через семь лет. С тех пор прошло еще семь лет, а она только что увеличилась на 43 долбаных процента. И ученые говорят, что увеличение количества льда вызвано глобальным потеплением. Да, но этот парень добился большего. Этот парень добился большего. Президент Франции Холланд, террор ИГИЛ вызван глобальным потеплением. А ты знал, что луна сделана из водорослей? А вот это пришло из Церна. Они обнаружили, что на протяжении всей истории существовала практически идеальная корреляция между изменением климата и проникновением космических лучей в атмосферу Земли. Другими словами, нельзя утверждать, что Солнце влияет на температуру. Это безумие. Ты заметил, что они никогда не упоминали о Солнце? Никогда не упоминали о нем. Смотри в оба. Это чертово Солнце. Оно постоянно меняется. Вот почему оно то поднимается, то опускается. А вот и римский клуб, созданный в рамках этой сети, чтобы использовать окружающую среду для преобразования глобального общества. Он является одним из ее основателей, цитируемый в его собственной публикации в 1991 году, в поисках нового врага, который объединит нас. Мы пришли к идее, что загрязнение окружающей среды, угроза о глобальном потеплении, нехватке воды, голоде и тому подобном, было бы вполне уместно. Спасибо тебе. Конец связи. А вот и Билл. Назовите основных сторонников изменения климата в Америке и во всем мире. Это ужасная проблема, и ее абсолютно необходимо решить. Она заслуживает того, чтобы стать одним из важнейших приоритетов. Зачем тебе что-то скачивать, приятель? Смотри, вот и все. Теперь стало известно о том, что Европейский Союз нацелился на определенные фены и газонокосейки, чтобы остановить глобальное потепление. И вот мы снова здесь, Никола Тесла. Все эти люди способствовали глобальному потеплению, те же самые люди подавляли технологии свободной энергетики, получая доступ к электроэнергии, которая окружает нас повсюду. Итак, я вложил в уста гора несколько правдивых слов. Это меняет дело. Ты, должно быть, чувствуешь себя очень странно. Я знаю, это звучит странно, подталкивать глобальное потепление, когда его нет, но речь идет не о спасении планеты. Это просто повод преобразовать глобальное общество. Спасибо тебе. Это подводит нас к повестке Дня Аркона на 21 век. Это повестка Дня на 21 век, отсюда ее название, имя. Мы планируем представить общество голодных игр под названием Повестка Дня на 21 век. Повестка Дня на 21 век. Это взято из его собственных документов различного рода. Повестка Дня на 21 век включает в себя вот это. Конец национальному суверенитету. У этого есть много-много источников. Государственное планирование и управление всеми земельными ресурсами, экосистемами, пустынями, лесами, горами, океанами и пресной водой, сельское хозяйство, развитие сельских районов, биотехнологии и обеспечение справедливости, то есть равного рабства. Государство должно определить роль бизнеса и финансовых ресурсов. Отмена частной собственности это неустойчивый процесс, за исключением тех случаев, когда она у них есть. Перестройка семейной ячейки это везде, где вы это видите. Дети, воспитываемые государством, прямо как в дивном новом мире. Людям объяснили, в чем будет заключаться их работа. Серьезные ограничения на передвижение, создание зон населенных пунктов, будут действовать на них по мере продвижения вперед. Массовое переселение людей, которые вынуждены покидать земли, на которых они в настоящее время проживают. Снижение уровня образования, массовая глобальная депопуляция в погоне за всем вышеперечисленным. И это было представлено на экологическом саммите Земли в 1992 году, который возглавлял этот парень Моррис Стронг, нефтяной миллиардер. Последнее, что я слышал, это то, что он сейчас скрывается в Китае. И он сказал, что разве крах индустриальных цивилизаций не является единственной надеждой для планеты? Разве мы не несем ответственности за то, чтобы это произошло? Это использование окружающей среды для деиндустриализации мира и создания общества голодных игр. И конечно же он друг большой совы, большой лжи, большой совы. Если кому-то это покажется экстремальным, то вот карта Америки, составленная по желанию и проектам биосферных программ и программы всемирного наследия. И всякий раз, когда вы видите разнообразие, устойчивое развитие или повестку дня на 21 век, они просто соединяют взаимозаменяемые термины. Итак, красным цветом на этой карте Америки обозначены основные заповедники и коридоры, которые практически не используются человеком. Ты можешь себе представить, сколько людей нужно убрать, чтобы это стало возможным? Тогда у тебя есть все желтые кусочки. Буферные зоны, строго регламентированное использование, а обычное использование это только зеленые кусочки. Посмотри на это по всей Америке, 300 с лишним миллионов человек. Идея заключается в том, чтобы освободить огромные территории от использования человеком и человеческой деятельности на основе сохранения окружающей среды. На самом деле это означает, что все земли будут заняты менее чем на 1%. И то, что они делают с повесткой дня на 21 век, заключается в том, что они проецируют ее и продвигают как местного. Так что у вас есть все эти различные местные программы на 21 век, одна из которых находится на чертовом острове Уайт, и они знают, что это за чертовщина. Но на самом деле за всем этим стоит один человек. Мы все знаем, что это отдельные сообщества. За всем этим стоит централизация всей повестки дня на 21 век через организацию объединенных наций. И это троянский конь, чтобы представить общество голодных игр. И они делают это через ту структуру, о которой я говорил, проникая в каждое сообщество, в каждую страну. И это слово, на которое стоит обратить внимание. Это модное слово повестки дня на 21 век, перезагрузка. Перезагрузка общества означает трансформацию в соответствии с повесткой дня на 21 век. Так что если вы собираетесь добиться этого не только в Америке, но и во всем мире, тогда вы должны начать это делать, и у вас должны быть способы делать это. Теперь первый шаг, забрать их деньги. И когда ты заберешь их деньги, у них все равно не останется выбора, кроме как идти туда, куда ты хочешь. Таким образом у нас есть деньги Архонта. И конечно же банкиры всегда являются психопатами, и безусловно самые крупные из них психопаты. У них нет сочувствия, у них нет угрызений совести за то, что они делают с людьми, и они разрушают жизни. Вот и все. Я психопат и управляю банком. Упс, я повторяюсь. Так, вот что они делают. Набери миллион фунтов стерлингов. Поздравляю, ты только что заработал миллион фунтов точно так же, как это делает банк. Конечно, это безумие. То, что мы делаем, это то, что мы погрязли в долгах за деньги, которые не существуют, никогда не существовали и никогда не будут существовать под названием кредит. Они одалживают нам деньги, которых не существует, и взимают с нас проценты по ним. А когда мы не можем их вернуть, потому что экономика переживает кризис не по нашей вине, они приходят и забирают богатства, которые действительно существуют, например дом, бизнес или землю. Это и есть реальная стоимость бумажных денег. Бумажные деньги, это просто деньги, которые, по словам правительства, имеют ценность и могут использоваться в качестве валюты обмена. Они не должны быть ничем обеспечены. Это просто мой долг перед тобой. Вот и все. Ты только посмотри. Посмотри на английские деньги. Здесь написано, я обещаю заплатить предъявителю. Почему ты обещаешь заплатить мне? Ты только что отдал мне деньги. Это просто выводит тебя из себя. Вот почему. Так что давай спросим аудиторию, не так ли? Если все деньги создаются за счет долгов, и в этом весь смысл, то все наши деньги, целая валюта, изначально создаются как приносящие проценты долг. Почему? Почему правительство не создают свои собственные беспроцентные деньги? Почему? Потому что правительство контролируется той же сетью, которая контролирует банки. Если все деньги создаются из долгов и выдаются взаймы с начислением процентов, как мы можем их погасить? Напечатай еще денег. Обложи налогом бедных. Предоставь помощь банкам. В конце концов, у тебя ничего не получится. Это невозможно. Вот почему это невозможно. Когда ты приходишь в банк и даешь взаймы, скажем, 50 тысяч, они переводят на твой счет 50 тысяч. Такой суммы не существует. Это просто факт, что они могут одолжить в 10 раз больше людям, которые хотят занять денег, в 10 раз больше, чем у них на самом деле есть на депозите. Это называется кредитованием с частичным резервированием. Вам нужно совсем немного, и вы сможете одолжить много денег. Вот почему это мошенничество. В любом случае, вы заходите и хотите занять 50 тысяч, а они переводят на ваш счет 50 тысяч. Все в порядке. Но вы возвращаете не 50 тысяч, а 50 тысяч плюс проценты. А проценты так и не начисляются. Это просто принцип. Продолжение следует...